Марина, здравствуйте. Здравствуйте, Светлана. Очень рада видеть вас. Буквально месяц назад виделись и рада вас видеть снова. Это взаимно. Это, наверное, большая любовь уже на долгие года, потому что один раз попав к вам и попав в ту атмосферу, и, наверное, то ощущение радости, которое ты ощущаешь от общения, от понимания, от эфиров, наверное, остаешься надолго. Поэтому очень рада вас видеть. Мне очень приятно. Спасибо. Марина, расскажите немножко о себе. Меня зовут Марина. Работаю в городе Москве и проживаю в Москве. Мне, будем так говорить, та весовая категория, которой бальзаковский возраст за 45 и выше, пришла в программу, наверное, к вам совершенно неожиданно. И очень счастлива, что это случилось. Это было в 2018 году. Наверное, увидела приглашение поучаствовать. Стало интересно попробовать. Что, ну, пробовала заниматься собой достаточно давно. Системно. Занималась спортом с тренером. И успехов таких, которые были бы, хотелось бы достигнуть, наверное, не достигала. Поэтому решила попробовать все варианты, которые есть. Но мы, наверное, наверное, мы все зреем и приходим к тому, что надо заниматься собой. Вот это был тот момент, когда я созрела. Варина, какой у вас вес был максимальный ваш? Максимальный вес, наверное, вот с чего я начинала, это 83 килограмма. Набирался он совершенно постепенно. Ну, понятно, с возрастом, понятно, с обменом веществ, понятно, со стрессовой ситуацией, которую мы начинаем заедать, понятно, с работой, когда она идет очень интенсивно, ты не успеваешь поесть. Или, будем так считать, когда у тебя в голове заложены немножко другие неправильные понимания в похудении. Поэтому, конечно, вес приходил, постепенно приходил, постепенно снижался. Были такие небольшие качели, которые там доходят. Я пробовала, ну, совершенно безболезненно для себя, я пробовала дюкана. Ну, небольшой период, там какой-то период, там, ну, недели две, наверное, недолго. То есть вес снижался, понятно, да, но потом опять это состояние, ну, в общем-то, постепенно он набирался. Я занималась с тренером достаточно активно, где-то вот до попадания на курс занималась активно с тренером. У нас была замечательная группа, мы все занимались, и нам расписывали там и тренировки, и какое-то питание давали, да. И тренер всегда говорил, вот год, я помню, он нас сдалбливал, потому что мы пришли все достаточно такие пышечки. Каждый для себя в своем понимании пышечки, и каждый раз он говорил, ребята, здесь вы, я вам даю здоровье, это похудеть, это не ко мне, это на кухню. Вы должны худеть на кухне. Да, и мы это все, ну, по крайней мере, я, значит, я это все до окончания не осознавала. То есть, конечно, ты понимал, что надо там что-то есть, что-то питаться, как-то это сокращать, какие-то правила основные были, но той системности, которую, допустим, я получила вот здесь на курсе и с вами, этого не было. Конечно, вот как я попала, я даже сейчас вспомнить не могу, потому что, наверное, просто вот в Фейсбуке вышло приглашение, и очень что подкупила, пойдите, посмотрите, неделя бесплатно, понравится, не понравится, никого не держу. Ну, наверное, это очень правильно, да, потому что все остальные говорили, приходите, платите, идите, да. Что очень понравилось? В неделе бесплатно, да, хотя она бесплатна, но, как бывает, да, нет бесплатных, всегда подкупаю такое понимание, бесплатные сырные шеловки, что это? Вот такой вопросик сразу, раз, и, а как это? Зашла, зарегистрировалась, посмотрела, что очень понравилось, честно, из фразы там, что надо, и не надейтесь, я вас не возьму, если вы это первое, второе, третье не сделаете. Сразу такой звоночек, ну, как это, да, могу я, не могу, значит, там весы, сфотографировать, все. Очень понравилось и зацепило цели. Значит, вот для себя первый раз, когда я писала цели, ну, будем так говорить, для меня они были вообще бредовые, потому что я поставила цели для себя условно, ну, вы, Светлана, всегда указываете конкретно, вот вы не пишите там хочу, а конкретно сколько, объем, килограмм, в какому периоду. И я написала для себя эту программу, причем я говорю, что для меня я не думала, что я дойду и так выстроиться, потому что до Нового года, допустим, я себе там поставила, там, я уже не помню, ну, там, 77, у меня было 83, там, 77, потом я написала себе 75, 72 и какой-то период поставила там, какой-то период я для себя задала, там, марта уже там следующего года, и как я была неожиданно удивлена, когда я подошла к периоду вот марта или апреля, у нас был очередной, я ходила на курс, когда у нас был очередной курс, я не помню, может быть, это было даже ешь худеть два или один, я повторяла два раза, брала курс, первый курс два, потому что в первый не все, не все мысли зашли, да, поэтому я брала два раза первый курс. И я была очень удивлена, когда я написала, посмотрела предыдущие цели, и я еще вам тогда отправляла, предыдущие цели, посмотри, совершенно неожиданно для меня, я их достигла. Это было, конечно, для меня вот очень интересное название. Где-то вот написанный такой план, все равно вы себе вот подсознательно выстроили этот путь, и, может быть, там, неосознанно, не думая там об этом, об этой дате, об этом весе, все равно вы к этому пришли, это очень круто работает, я говорю, это, я помню, это сообщение ваше. Да, и что мне очень нравится, ну, наверное, давайте так, я немножко расскажу, что мне очень понравилось и чем, почему я еще так долго, в принципе, да, и для себя в команде и получаю удовольствие, и почему я с вами, да, и всем, наверное, советую и делаю. Ну, первое, первое, наверное, это мотивация, это понимание того и те знания, которые вы даете, потому что вот той системности, вот той системности и того понимания, как это надо и как это правильно, мы все знаем. Значит, очень много грамотных людей, которые читают, понимают, и все знают о питании. И кому ты не говоришь и не рассказываешь, ты говоришь, да, мы это прошли, мы это знаем, я здесь ас, но результата нету, да, и те знания и, наверное, то, как вы делитесь, как вы преподносите, это, наверное, вот тот фундамент, те базовые кирпичики, которые дают нам двигаться вперед, потому что нас достаточно много, мы все разные, абсолютно разные, разная весовая категория. Кто-то в климаксе, кто-то там 20 лет, кто-то идет на таком питании, ну, будем так, кормящий, да, то есть все достаточно мы разные. И чтобы вот так все комплексно держать массу нас и направлять правильно, это надо, наверное, многого уметь и много достичь. Поэтому вам, ну, аплодирую просто стоя. Вот это вы даете, и это очень здорово. Значит, второй момент, что вы решили после первой недели, вот почему решились? Мне очень понравилась мотивация, мне очень понравился материал, который вы даете. Мне очень понравилось, я взяла сопровождение, сразу взяла сопровождение, хотя при моей загрузке, говорю честно, я не успевала. Значит, я не успевала, почему? Потому что, ну, достаточно очень интенсивная работа, и посмотреть, ответить, написать, вот это все, мне было немножко, я опаздывала. Ну, а как вот это все давалось вам легко на курсе? Значит, первое, когда я начинала, было сложно, честно. Говорю, наверное, у всех новичков такое состояние, потому что ты начинаешь готовить, ты начинаешь теряться, и это забивает, наверное, большой объем времени. Но к этому надо прийти и сознать. Сейчас вообще, вот, 10 минут, и вообще вот таких вот трудностей нету, потому что ты уже понимаешь систему, ты уже понимаешь, что можно сделать, из чего, и вообще это уже идет вот здесь, на подсознание. Значит, это достаточно, да, это очень здорово и очень круто, то, что дается, и то, что разживывается. Что еще, какой вот дикий восторг был. Значит, для меня была новостью то, что ты можешь есть, много есть макароны с гарниром на обед, и ты худеешь. Это нонсенс. Вот для меня это было просто, ну, такое неожиданное понимание, что ты кушаешь чемоданами, и ты при этом сыт, там энергия вообще прет, энергия действительно поперла, там вот такое состояние поперло. Но потом результат, он очень виден сразу. Народ начинает, на работе начинают замечать. Ну, даже вот, ну, какой-то там две недели, месяц, все, и у тебя виден результат. Ты можешь не уходить весе, но ты уходишь в объемах. Это тоже очень круто. Ну, очень здорово. И вот этот вот комплекс, наверное, сбалансированности тренировки, питания, общения, эфиры – это очень-очень здорово. Группа поддержки. Чат, который вот я сейчас, я сейчас понимаю, тоже, опять же, при своей же загруженности, я действительно очень загружена, и в чате, может, там 200-300 сообщений, но обязательно бегло вот так ты просматриваешь, потому что много, очень много интересного материала. Ну, первый, первый курс, ну, он зашел для меня, потому что было очень много интересного нового и много знаний, и он дал результат. Наверное, после первого, ну, наверное, килограмма три за месяц я сбросила. Я думаю, что, ну, два с половиной. Я честно могу сказать, я была, ну, я не сильно, я не отличница в соблюдении всех рекомендаций, но что мне очень нравится здесь, и у вас, и вы даете, и это очень правильно, когда нету запретов, запретов в голове, да, ты сорвался – не страшно, наешься. Ты захотел эту конфетку – ну, съешь, завтра встал – пошел дальше. Да, у тебя есть привес, но ты понимаешь, почему этот привес, да, почему пришла эта вода или ушла? Потому что первое время было, да, ты бежишь на эти весы – о-о-о, килограмм, с ума сойти. Но ты, когда понимаешь, что у тебя здесь это стоит в голове, что это не страшно, что это там через два дня-три пройдет, и ты можешь идти, это дорогого стоит. Марина, какого в итоге веса вы пришли? Я сейчас калиблю на весе 70, ну, у меня идет плюс-минус, значит, 70 в плюсе, 70 в минусе. Где-то, ну, я для себя так и зафиксировала, потому что фактически основной вес у меня ушел через год, где-то я там 72, и в этом 72 я уже год как нахожусь там на балансе, там 70, 68, 72. То есть я понимаю, что я пришла до того комфортного состояния своей, так сказать, физиологической, что сильно напрягать организм не надо. Конечно, у меня есть цель где-то 65, 60, я думаю, 7 – это будет то, что я достигну. Ну, сейчас, я сейчас на кето, мне очень нравится, очень, вот сейчас очередной марафон кето, и он мне двинул вес вниз, что это радостно. Я надеюсь, что я вот сейчас активно после Нового года, опять же, займусь собой, и все-таки я дойду до своей цели, которой мне бы хотелось. Но понимая, что изменилось, изменилось внутреннее состояние, значит, изменилось ощущение, ну, во-первых, ты полюбил себя, это раз. Это очень дорогого стоит, я рекомендую каждой женщине это сделать и научиться этому. Дальше энергии очень много. Энергии много, во-первых, я помолодела. Это тоже очень дорогого стоит, потому что так, как ты выглядел в своей весовой категории, и как ты выглядишь сейчас, небо и земля. Ну, я, например, тебе больше нравлюсь, чем я нравилась себе 20 лет назад. Ну, это тоже очень здорово. В прошлом году, вот, когда я... В прошлом году, да, когда у меня ушел основной объем, там, основной объем, я пошла на Новый год в платье, в котором, ну, я, наверное, его не одевала лет 8-10. Вот так. Шикарное платье, все прекрасно, но я осознанно в нем пошла, потому что для меня оно было, знаете, вот как в анекдоте. Оно же старое лучше, оно меньше, да, поэтому я была просто звездой, и на Новый год я себя ощущала действительно. И тогда, кстати, вот год назад у меня на работе многие заметили, насколько я похудела в объемах и во всем, да. То есть это очень здорово. Еще что очень здорово в этом, когда на тебя смотрят коллеги, друзья, и они начинают тоже в это подтягиваться. То есть ничто не проходит даром. Все начинают задавать вопрос, а где, как, посоветовать, где, что. Я хочу сказать честно, очень много уже. Вот у меня на работе, на работе два человека, точно уже, ну, в первую очередь, да, и постоянно, да. И чтобы все понимали, женщины, которые задают вопрос, а вот за 50, за 55, как худеется, прекрасно худеется. Значит, есть наглядные примеры. Девчонки бегают, ну, просто как девочки выглядят лучше, чем девчонки, которые у нас сидят 30-летние. Причем я когда начинала, я начинала, у меня коллега, ну, девочка тоже ей лет 30, она тоже сидела на питании. Причем сидела, ну, тоже, вот, тоже там, по марафону, там, питание, там, с своей группой, все. Значит, до сих пор она в той же весовой категории, как она начинала, два года прошло, практически два года. Она ничего не поменяла. Значит, и старается питаться правильно. Ну, то есть, тоже так, салаты там, ну, правильно питаться. Но у нее вообще нету движения в весе. Значит, вот это тоже для меня большой показатель качественной работы вашей, да? Это очень здорово. Что еще мне очень нравится, нравится вот вообще в вашей системе, в вашей программе, и почему я еще так долго, ну, в принципе, я же достаточно самодостаточная, приду так говорить, уже взрослая, самодостаточная, умная девушка. Значит, что мне очень нравится? Первое, что это новые знания. Любой, вот, любой эфир, который не взять, даже на курсе, они могут повторяться, но я каждый раз нахожу что-то новое. Ваше вот желание учиться движения и делиться этим, ну, наверное, я еще такого не встречала. Это очень здорово. Дальше, что еще очень подкупает? Мотивация. Значит, мы все, мы все в какой-то момент, достигая каких-то своих результатов, мы расслабляемся, и у нас заканчивается мотивация. Значит, вот такой мотивации, как преподаете вы, я такой мотивации еще тоже, опять же, не встречала. Я аплодирую скоро, потому что, ну, я профессионал тоже в этом деле, да, то есть есть, и я многое знаю и умею, но те мотивации, которые вы даете, это вот просто 5 баллов, 10 с плюсом. Мне очень-очень понравился наш курс «Ешь худей-2». Там вообще была новая система, новые вообще подходы, новые знания, все. Даже не успевая, ну, вот я, конечно, на втором курсе два я четко соблюдала, но даже не успевая, все, эфиры просто замечательные, знания просто замечательные. Наверное, команда, которая у нас создалась, мы до сих пор в чате общаемся, активнее, чем, да, это вот просто сближает, и все девчонки уже родные. Там и с Эфтекарой, там, ну, ну, вся, вся, вся география уже очень здоровая. Мы в лицо можем друг друга не знать, но по переписке мы друг друга знаем. Это тоже поддержка огромная. Что еще мне очень нравится? Значит, мне очень нравится то, что очень доступные рецепты. Все очень просто, все очень мобильно. Можешь съесть так, можешь съесть так, можешь съесть так. Все. Это очень просто. Очень нравится, что ни один рецепт на курсе не повторяется. Дальше очень-очень все нравится в том плане, что ты можешь, ну, все, все, все меню конструктор. Ты можешь выбрать один, сделать его там на 2-3 или 4 дня, или заменить, и это очень просто. Значит, для себя, что я поняла, как работать с питанием? Значит, не надо заморачиваться каждый день, что-то готовить или делать. Ты делаешь моно, ты сделала себе на 2-3 дня заготовки, и дальше ты просто, ну, я, по крайней мере, так делаю. Я делаю порцию, не одну порцию, я делаю порцию там на 2-3 дня. Я сделала порцию на 2-3 дня, положила в холодильник, и потом я просто себе с утра, я уже не трачу время на, в следующий день, на подготовку этих контейнеров. У меня есть, я взяла и поехала. Даже если я не успеваю что-то приготовить, у меня такое бывает, потому что я уезжаю рано, приезжаю поздно, даже я не успеваю. Но настолько в голове уже есть правильно заложенные базовые, базовое понимание, что ты можешь интуитивно сам набрать это все и поесть. Ты можешь там и в столовую сходить, и в ресторане, и взять из дома то, что есть. Вот как раз только такой вопрос я хотела задать. Вот только прям хотела задать этот вопрос. Смотрите, вы сбросили там тех 12-14 килограмм, сейчас вы хорошо, стабильно удерживаете 70. Вот многие думают, что вот, чтобы удерживать вес, да, нужно вот прям сидеть вот в ограничениях. Насколько вы сейчас в ограничениях? Насколько вы жестко придерживаете вес? Честно. Значит, вот, наверное, из всех двух лет, из двух лет, которые были по курсу, значит, наверное, жестко я сидела только на одном марафоне, вот четко выдержала там две недели, четко. Это было только один. Остальные у меня, мне очень нравится сайка. Вот это вот, наверное, просто для меня или для тех, кто не мог вот долго сидеть. То есть неделю, рабочие дни ты держишь, а там в субботу, воскресенье ты отрываешься, там на большой колораж делаешь. Значит, честно говорю, я сто процентов ни на одном не сидела. С учетом того, что, в принципе, есть и дети, и выходные, дачи, выезжаешь. То есть вот пять дней ты стараешься держаться. Суббота, воскресенье там может быть и алкоголь, там может быть и мясо, там может быть и мучное, да. Но два дня ты посидел, на следующую неделю ты выходишь опять же в нормальный рацион. И приходя в этот нормальный рацион, ну ты этот вес, который ты там набрал, вода пришла, все, она опять восстанавливается. Главное здесь не сдава употреблять. Ну вот на Новый год, допустим. По сути, что мы говорим, что 80%, если ваше питание, оно все-таки правильным, на 80%, то эти 20% они погоды-то не сыграют. Мы же не без того, да, не без дачи, не без дня рождения, не без какой-то там вкусняшки. Но вот этих вот как раз вот на вашем ярком примере это 80% сработали отлично. То есть вот без всяких жестких ограничений, по сути. Честно говорю, я и конфеты, сейчас ем и конфеты, и торт могу съесть, и много овощей, ну то есть фруктов все. Но принципы, принципы заложенные, питание, что там в воду, во-первых, надо. Я не пила воду. Знаете, что очень важно? Что очень важно? Значит, я всегда страдала отеком ног. Значит, всегда страдала. И понимание, что чем больше ты пьешь воды, тем больше с тебя там выходит, этого вообще не было. И вообще пить не хотела, по большому счету. Я первый, когда вот начался первый курс, я себя заставляла, я вливала себя в воду. И что для меня стало большой неожиданностью, у меня ушли отеки. У меня сейчас на работе коллега, я очень за нее рада. Она тоже села на, подключилась к питанию. Она уже, получается, второй месяц с вами, да. И она мне говорит, Марина, какая я была глупая, что год назад, когда увидев тебя на Новый год, я у тебя спросила, как ты похудела. Ты мне дала все ссылки, да. Сказала, идите, смотрите. И я не пошла. У нее уж, она всю, она сколько себя помнит, она ходила в компрессионных чулках, потому что отекали ноги. И она не могла их снять, потому что они как колодки. Она сейчас бегает без компрессионного чулка. Прошла, сошли отеки. Более того, она уже где-то килограмм 10 схуднула. Так, она начала, наверное, я вру, наверное, с октября, наверное, она начала. Малья, да, ну где-то, да, в осенний период она пришла. Она красотка, она похудела, она осыслилась. Она также носит контейнера на работу. Хотя работа у нас очень интенсивная. И встать, то есть в чем связано, да, встать, в обед пойти там 10 минут, куда-то тоже не успеешь. Сейчас она четко встает, четко обедает, четко идет по питанию. И она счастлива, ее глаз горит. У нее горит глаз, а ей, извините, мне уже, да, ну, то есть, я не буду врать, ну, наверное, или 56, или 57. Ну, то есть все, замечательно. Человек уже все. Она худеет, она без отека, все. Это у меня то же самое. Прошли отеки. Это большой плюс. Ты уже в правила вошли те правила, которые были заложены, да, утром стакан воды, планка. Это вот для тех, кто не занимается спортом или нету возможности. Значит, у меня просто так сложились обстоятельства, что я где-то последние, наверное, месяцев 8 не занимаюсь спортом. Ну, там у меня была одна операция, там на ноги, неважно. Да, то есть я не занимаюсь спортом, да, но при этом я худею, кожа подтягивается и утром сделать там планку на минуту, ну, это каждый может. Каждый может себе позволить встать на секунду и это дает результат. Поэтому я что хочу сказать девчонкам, которые худеют и нету возможности или физической возможности или возможности, временной возможности заняться спортом. Можно на это тоже. Это, конечно, большое подспорье идет, но можно на этом не циклиться, но хотя бы планку. Планку все начинали и не надо никому стесняться с колен. Значит, неважно, можешь ты на нее сделать или тебе сложно, с чего-то начните. Неделя, и вы почувствуете, что вам она уже просто потребность идет. И вы уже можете встать не только на локте, а можете уже встать дальше. То есть это надо начать. Неважно, как вы будете переседать, начните. И вы поймете, что вы в это втянетесь. Но это тоже вот то, через что мы все проходили. Все были крупненькие, потом мельче, потом уже, и все на этом мы сидели. Поэтому это тоже, знаете, такое напустимое слово для тех, кто вот сейчас смотрит, думает, только думает начинать свой путь. Вот, чтобы вы, не знаю, посоветовали бы или пожелали таким людям, которые вот хотели. Я хочу пожелать, наверное, первое, что поверить в себя. Поверить, эта система работает. Она действительно работает. У меня столько моих знакомых, которые насели и прошли, и поверили в восторге. Она работает. Обязательно попробовать и начать. Обязательно, ну, хотя бы первую неделю, две недели все-таки придерживаться рекомендаций ваших. Потому что, чтобы поверить в себя и поверить в систему, должен быть результат. Чтобы был результат, надо четко придерживаться хотя бы первым, ну, первый период, первый, пока вы не поймете, не восстановится именно баланс, обмен веществ. Вот что дает еще очень хорошо система, кстати говоря, мы об этом не говорили, но у многих и у меня восстанавливается там и холестерин, и показатели. Ну, то есть такого не было, когда и в молодости. Поэтому это очень многое дает. То есть для восстановления обмена веществ, для восстановления и получения результата все-таки надо придерживаться тех рекомендаций, которые вы даете. Если есть срыв, а у нас он бывает у всех срыв, особенно у начинающихся. Потому что, ну, потому что надо отказаться от сахара, надо отказаться от сладкого, надо психологически еще в это поверить и зайти в это. Да, не останавливаться, не ругать себя. Сделали, пошли дальше. Ну, как упал, отряхнулся, пошел дальше. Все, постирал платье, зажалили там тебя водой. Постирал, пошел дальше. Все, верить первое в себя. Дальше, что я хочу очень пожелать, что обязательно, понятно, что есть какие-то у кого-то есть материальные возможности, нематериальные возможности, но тот материал, который вы даете, в Фейсбуке абсолютно свободно, в Ютьюбе, в Инстаграм обязательно смотреть, обязательно пользоваться и обязательно это впитывать, потому что знания, они просто очень-очень замечательные. И все-таки я думаю, что каждый желающий придет и воспользуется вашим, да, тем, что вы даете, теми знаниями будет участвовать с нами вместе. У нас еще, я хочу сказать, у нас есть Света Сыфтекара, которая похудела на колоссальное количество килограмм, и когда я пришла на курс, то есть, знаете, всегда есть какой-то подвох, думаешь, да, ну, дрон, ну, то есть пишет, посмотрите на меня, реклама. Нет. Значит, лично встречалась, уже две встречи, когда была первая встреча у нас в Москве, Света заходит, и у нас такое, знаете, как юмор. Она существует. Вот, действительно, реальный человек, похудевший, очень волновала, и я задавала ей вопросы, действительно, Света, как? Все-таки объемы уходят, тело, кожа, все. Значит, при медленном похудении все уходит, восстанавливается. Я тоже была пышечкой, я тоже была, и тоже меня это беспокоило. Замечательно. Особенно, если идет, там, поддержка спортом, а те, в принципе, я на фитнес записана, и я хожу, у меня есть, но те тренировки, которые даете вы, они вообще самодостаточные. Можно не ходить на фитнес, и я, что я делала успешно, я забросила фитнес, и я сейчас занимаюсь тренировками, которые мне не хватают, потому что нагрузка идет колоссально. 5 минут, 10 минут, 20, все, ну, ты уже все, чувствуешь мышцы. Это важно. Так, что я еще хотела сказать? Я хотела сказать, чтобы не боялись по питанию. Это все очень просто. Вам надо просто, там, неделю-две набить руку, и вы сможете это все делать. Поэтому здесь вообще просто. Вся семья потом начинает подсаживаться, потому что, ну, действительно, оно правильно, оно вкусно, оно очень не востребовано. На Новый год готовили меню тоже, опять же, то есть, опять же, дорого и богато. Вкусно, правильно, и ты ничего не набираешь при этом. И это очень здорово. Поэтому я всем желаю успеха. Правда. Я настолько, вообще, я очень рада нашему результату. Я помню, я очень хорошо помню наш первый курс, как раз я была в Москве. Вот, тогда первая попытка у меня была пройти обучение. Я очень хорошо помню наше знакомство, и помню, как вы шли. И я скажу, что как раз, знаете, мы с вами вот смогли выстроить такие отношения, очень близкие, очень дружеские, чем я очень сильно дорожу. Вот. Мы дважды виделись, и я с удовольствием с вами встречаться в Москве при любой возможности. Я просто хочу вам сказать спасибо большое за то, что поверили, за то, что рекомендуете, за то, что вы своим очень крутым примером, правда, крутым примером, вы шикарно выглядите. И так, знаете, действительно, так хочет каждая женщина выглядеть, при том быть такой же занятой, да, востребованной там на работе, но вы действительно нашли, вот, знаете, какую-то такую гармонию и баланс, когда есть время на работу, есть время на себя, да, и на свое здоровье. Это действительно очень крутой пример. И хочу вам пожелать, конечно, достигать всех целей, поставленные вами, но я даже не сомневаюсь, что так и есть у вас. Спасибо. И, конечно, просто скажу, что люблю вас. Да, я тоже очень люблю. Вы знаете, Светлана, я не сказала, наверное, самого главного еще, вот то, что хотелось сказать, что еще очень сильно подкупает, это первое, что знание. Во-первых, ну, то, что все марафоны, все цеха, все идут, это личный контакт, это не так, что ты записал и даешь очень, я была на многих курсах там, записали в записи и повторяется все одно и то же, тренировки, общение, все. У нас живой эфир, это, это очень важно, да, всегда новое. И что очень важно для меня, для меня, ваше умение обучаться, желание обучаться и постоянно этим делиться. Это супер. Я просто, еще, знаете, что хотела сказать, вот я помню, мы начинали с сахарозаменителя и сейчас ваши знания, все ваши новые теории, там новое, что-то новое, выходит все, говорит, так, ребята, уже, уже, да, вектор поменялся, уже это не так плохо, уже мы идем сюда, уже сюда, уже холестерин не так, уже смотрите, слушайте, ну это супер. Потом, знаете, что еще подкупает, и это очень важно, хочу сказать всем. Значит, многие, многие лектора, и все, задаешь вопрос, знают, не знают, отвечают с четко уверенной позиции. У вас есть замечательное правило, когда вы говорите, нет, ребят, я это не знаю, я не профессионал, пойдите к доктору. Слушайте, ну это супер, потому что такого я еще тоже не видела, поэтому, Светлана, я вам желаю огромного, наверное, огромного счастья, я вам желаю, чтобы вы дальше двигались, а мы вместе с вами могли так же себя совершенствовать. Ваше желание учиться, делиться, это тоже очень дорогого стоит, вот прямо вот, ну я не знаю даже, просто вам огромное спасибо, мы вас очень любим, все девчонки, которые, ну и мы еще с собой же общаемся, да, вас не просто влюблены, но мы ваши навеки поклонники, поэтому мы всегда с вами. Спасибо. Спасибо. Спасибо.